Добрый вечер. Очень приятно вернуться снова сюда. О, у тебя есть микрофон, хорошо, давайте это сделаем. Я нервис. Почему не? Не страшно. А, здесь ты. Я смотрю за тебя. Меня беспокоит, когда... Если меня кто-то не слушает или не прослушивается ко мне, меня... Когда кто-то не слушает меня, когда кто-то не хочет следить моим предложениям, тогда я чувствую себя... У меня начинается очень сильная агрессия. Ну, это не смешно для людей, которые испытывают то, что после моей агрессии происходит. Это не смешно, потому что... Ты знаешь, что люди испытывают после моей агрессии. Все это обо мне. Ай-яй-яй, я-яй, я-яй-яй, мне-мне-мне. Ну да, вот это вот я-яй. Ну да, 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 да. Это не я. Это совсем не я. Это не я. Потому что меня нет. И вот наш разговор сегодня как раз к этому и сводится, что меня нет. То есть, это встреча о том, чтобы посмотреть, может ли произойти это осознание, что я не существую как некая отдельная независимая личность, существо. И что здесь убежается? Что здесь оскорбили? Или что завидует? Что злится? Чувствует себя неуверенно? Или наоборот, гордится? И так далее, и так далее. Это только идея. Как бы на словах я это понимаю, но вот эмоции лезут, и иногда очень плохо и мне, и окружающим последствиям. Поверь мне, что ты никак не влияешь на других людей. Ты ничего с ними не можешь сделать. Даже со своими собственными эмоциями ты ничего не можешь сделать. Потому что ничего нельзя сделать. Ты ничего не можешь сделать, кроме того, что все это переживать. осознанно. Ты не можешь ничего делать. Все, что ты можешь, это осознавать происходящее. Быть осознающей. Ты можешь быть только осознающей. Or you can be also identifying yourself with what you are conscious of, which creates the me, the I, the person, the ego. Но также ты можешь быть отождествлен, отождествившись себя с тем, что ты осознаешь. И вот это отождествление и создает меня, создает я, то есть эго. Выбора нет. Ты не можешь убежать. Ты не можешь избежать переживаний. Ну, я вообще-то контролировать не могу. Раньше я как-то сдерживалась, а сейчас вообще вот никак. Ну, лучше все-таки, чтобы у тебя произошел эмоциональный взрыв. Это вспышка. То есть лучше честной быть собой, признаться себе. Я себя вот так чувствую. Это свобода, она в том и заключается в том, что ты свободна чувствовать себя плохо. Ты вообще свободна чувствовать что угодно. Я могу и ударить, как бы это же... Извините, что перебиваю. Переживать все, проживать все, испытывать что угодно. Сегодня очень быстрая связь все быстро загружается. Приходится быстро это передавать. Понимаете? Я могу быть сердитым и могу быть счастливым. Иногда это влияет на людей. Допустим, некоторые злятся, что я такой радостный. Или прямо сейчас я возьму и влюблюсь. И очень многие люди им это не понравится. То есть якобы они будут затронуты этим. Я вообще могу делать что угодно. И это как бы люди будут этим затронуты. И люди, конечно, будут указывать палец на меня. Это из-за тебя я себя вот так чувствую. А я могу им сказать, извините, это не моя детка. Это ваша детка. То есть не я породил вот это вот явление. Я не отец. Обвиняйте кого-то другого. Я могу сдать кровь на тест и вы сравните генетический код. Этот ребенок, то, что вы чувствуете, это не от меня. И поэтому, поскольку это не от меня, ваша реакция на меня, я не собираюсь менять за вас пеленки. То есть вот такое вот ваше же порождение, оно на самом деле было, как это называется, непорочное. Я ни при чем. Проблема в том, что от агрессии выходит то, что я могу ударить человеку. The problem is that when this aggression is coming out, I can even hit a person. Oh, I see. Понятно. Yeah. Well... И это уже мой ребенок. Well, if you are conscious enough of the agressiveness, the agressiveness is an energy or sensation that will not express itself, it will not become manifested in actions, not even words. Aggressiveness is an energy. Yeah. А агрессивность — это некая энергия, которая так или иначе ощущается в теле, как некое чувство, некое ощущение. И именно вот этого чувства хочет выразить, выписнуть себя в мир. И как будто бы какой-то монстр внутри тебя. Или как будто бы тобой овладела некая сущность. но если ты достаточно терпелива и достаточно осознанна, ты можешь все вот это вот переживать. чувствовать вот эту всю бурю внутри и вместе с тем, несмотря на это, ты будешь каким-то образом иметь дело совершенно по-иному с тем вызовом, который вызвал эту реакцию. И все, что нужно делать, просто осознавать. Лучше всего сказать, ты знаешь, я очень рассержена. Я просто хочу тебя убить. Лучше так сказать. Давай попозже поговорим. Я пойду прогуляюсь. А потом вернусь, и мы поговорим. И тогда ты можешь пронаблюдать это. На самом деле, ты как будто бы обнимаешь это, охватываешь собою. Потому что на самом деле это не так, что есть ты и вот это чувство. Нету такого ты и то, что ты переживаешь. Вообще тебя нет. Все, что происходит, это только некие феномены. При этом есть феномены, есть осознавание феномена. И есть что-то, что осознает некие явления. И я сейчас говорю, как будто бы это три отдельные вещи, но на самом деле это одно целое, они не раздельны. ты и есть происходящее. То есть, это о том, чтобы быть предельно честным с самим собой. Вот я себя так чувствую, точка. То есть, в этом разговоре нет ничего духовного, нет ничего религиозного. Это все просто здравый смысл. Просто результат наблюдения. И это наблюдение, оно происходит без напряжения. И я могу, например, сидеть здесь весь просто в ужасе, потому что я на этом стуле, здесь только народу. Они все ждут, что я что-то скажу. Мое сердце будет биться, коленки дрожать. И что я могу поделать? Пусть будет так, как есть. И я буду продолжать сидеть, сердце бьется, коленки трясутся. И yet this talk is happening. And it's not condition or touch by the imaginary phenomenon that I'm talking about. И при этом эта речь не будет затронута вот этим вот воображаемым явлением, которое я только что описал. потому что нет никакого пульта управления. This negative emotion is because there is an idea that there is somebody and that somebody is in control. Как раз вот эти эмоции возникают, потому что есть представление, что есть некто, и вот этот некто может управлять. то есть и тогда появляется такое ментальное напряжение, эмоциональное напряжение. И получается, что любая форма контроля несет с собой насилие. Spirituality is violent. Духовность также несет насилие. Потому что там все сводится о том, чтобы контролировать. Управлять своими мыслями, управлять своими чувствами, управлять, контролировать свою жену. Все, все, все. Ты должна быть такая, ты должен быть такой. Но такого на самом деле нет. Это абсурд. Вот эта вот штука под названием Цезарь, она появилась, она обрела существование без всякого напряжения сама по себе из одного источника, как и все остальное. И вот эта штука, она не может ничем управлять. У нее нет выбора. Эта штука даже не знает, не осознает, что она есть, что она существует. Понимаете? Вы слушаете, что я говорю? Я не все поняла. Я не все поняла. И именно поэтому на эти встречи стоит приходить снова и снова. И стоит просматривать видео или читать какие-то книжки. до тех пор, пока не станет окончательно четко ясно, что нет никого, кто что-то может делать. Нет никакого делателя. То есть не так, что я не деятель. Понимание приходит, что нет никого, кто что-то делал. То есть нет никакой отдельной независимой сущности, нет никакого некто, кто бы мог что-то делать сам по себе. То есть все, что происходит, выражение этого существования безусилия. Даже космический accident, космический «упс» называется «эго», это тоже появилось из того же существования безусилий. Даже так называемые усилия только кажется, что они происходят усилием. На самом деле, даже если вы присмотритесь внимательно к своей мысленной деятельности, когда вы с усилием пытаетесь что-то выдумать, вы сможете заметить, что даже ваше усилие, оно происходит само по себе, без усилия. Просто посмотри на то, что ты называешь собою. а я, получается, это мысли, это тело и какие-то ощущения, которые, как кажется, там происходят. Ты увидишь, что, Господи, оно же само по себе происходит, я не имею никакого отношения к этому. Я просто это осознаю. И при этом не напрягаюсь. То есть, я не прилагаю никаких усилий, чтобы быть. Я и так существую. Я и так осознаю. Я осознающее существование. И вот это все, что здесь происходит, это спонтанная экспрессия моего себя, без любви, любви, или желания. Я делаю все это происходить. Вот это вот все, что исходит из меня, оно произошло спонтанно, без какой-то очевидной причины, без какого-то намерения, без какого-то желания. И я и есть то, откуда все это происходит. Как будто бы фонтан. То есть, ты как фонтан испускаешь из себя воду, и потом смотришь на нее, господи, как это я так делаю, как это оно так происходит. Вот это жизнь. Это некое событие, которое происходит просто, без усилий, и в жизни нет ничего личного. когда это понято, когда это осознанно конец всем твоим проблемам. Если то, что происходит, никак не отдельно от тебя, то есть, это ты же, тогда с кем или с чем у тебя могут быть проблемы? кто здесь собирается контролировать и что, если это что-то? У меня проблема с Цезарем, очень даже большая проблема. в Индии. Извините, у меня были проблемы с Цезарем, особенно, когда у меня была так называемая духовная жизнь в Индии. Я попался в очень огромный иллюзорный духовный мир в одном из, наверное, самых больших ашрамов мира. И в какой-то момент я уже не мог справляться с этим Цезарем. И в какой-то момент я просто решил оставить его как есть. Позволить Цезарю быть таким, какой он есть. Вместо того, чтобы пытаться управлять Цезарем или изменить Цезаря, я решил просто им наслаждаться. Потому что вот эта штука здесь для этого. Чтобы испытывать, чтобы переживать. Это такой замечательный, классный инструмент для переживания. Такая вот лаборатория. Абсолют производит то есть почему лаборатория? Потому что через вот эту штуку Абсолют производит разные эксперименты. Он экспериментирует через вот это. Вот этот вот сумасшедший ученый играется со всем вот этим. Что-то там смешивает, взрывы происходят, потом говорит, нет, давай попробуем еще что-то. На самом деле это весело. И когда ты постигаешь истину, ты понимаешь, что жизнь это весело. И в жизни смысла никакого нет, но именно поэтому она такая интересная. религиозная. И что вот в этом такого религиозного, такого духовного, вообще в истине, является ли она духовной или религиозной? На самом деле истина скорее нечто веселое, чем духовное. истина на самом деле даже более нелепая и глупая, чем что-то религиозное. Почему? Потому что одно существование оно взяло и отождествило себя с самыми разными формами, которые содержатся в нем же. Теперь вот это одно думает, что оно вот эти вот разные всякие формы. Думает, что оно это форма и забывает само себя, свою истину в какой-то форме. Такой вот космический упс. И вот так начинаются поиски, стремления что-то пережить, что-то испытать в этом мире. во всем этом ты ищешь счастье, и ты уже даже не знаешь, что ты ищешь счастье, потому что ты ищешь самого себя. На самом деле, к чему бы ты ни стремился, ты стремишься к самому себе. что бы ты сейчас не переживал, что бы ты не испытывал, вот эта радость, счастье и удовольствие или покой, который ты испытываешь при переживании объектов, на самом деле, это твоя истинная природа, на самом деле, это ты сам. Допустим, ты будешь переживать самое огромное удовольствие в своей жизни, и ты будешь даже так дрожать, Господи, как это, как это, как это. И это будет так классно, что ты даже будешь терять телесное сознание. Но с тобой, на самом деле, ничего не происходит. просто теряется соприкосновение с телом, ничего больше. Но ничего не может произойти. Но рано или поздно ты все равно обратно соприкоснешься со своим телом. И вот ты начинаешь искать опытов, переживаний, а потом в какой-то момент устаешь от них. понимаешь, что в этом теле можно пережить только удовольствие и болезнь, но нет свободы, или счастья в теле, в теле. в какой-то момент понимаешь, через тело все, что ты можешь пережить, это сводится к боли и к удовольствию, но через тело ты не можешь пережить ни покоя, ни любовь, ни счастья. То есть начало движения было вот так вот в этом направлении наружу. Ты ищешь мужа, детей, репутацию, деньги, работу и так далее, и так далее. Но в конце концов вот эта направленность она притормаживается. И вот так вот начинает. И ты начинаешь искать просветление. Начинаешь искать истину в самом себе. Но вот это и обратно нет никого, кто бы это делал. Это все только мысленная деятельность. Все это только в уме происходит. И кажется, что это происходит как бы в теле, как бы в мозгах. И создается впечатление, что есть некий я, который это чувство, что есть я, создается за счет отождествления себя с этой мысленной деятельностью и с разными действиями. Затем в какой-то момент ты устаешь даже от поисков просветления. Потому что ты это ищешь, ищешь, ищешь и никак не находишь. Как ты можешь это найти, если это ты сам? Ты что-то ищешь. Но ты ищешь самого себя. То есть ты поэтому и не можешь это найти, потому что это ты сам. И это нечто, что как ожидается будет неким опытом, переживанием, никогда не происходит, потому что ты сам это не опыт, ты сам это не переживание. то есть ты это пустота, это вакуум, это ничто, называй это как хочешь, но это ничто невозможно пережить. И блаженство или благость это тоже уже не то, потому что иногда называют, ну, истинную природу называют блаженством. Но на самом деле блаженство это тоже не некий опыт. Блаженство, благость, это и есть нечто, что все переживает. И вот ты ищешь и в конце концов устаешь. Прекращаешь поиски. К черту гуру, к черту всех и вся. И к черту эта духовность достала уже. И поиск прекращается. И вот тогда тишина Видите, somehow silence показывается. во время всех своих поисков, стремлений, все, что ты можешь осознавать, только происходящее. Ты осознаешь происходящее. когда вот этот поиск происходящим останавливается, вот это то, что происходит, вот это осознавание. Вот это ты. И вот эта тишина, которая проявляется, она проявляется не потому, что ты взял и что-то сделал, а сама по себе, как раз тогда, когда ты перестал делать что-либо. И она даже не проявляется. Мы говорим, она появляется, но на самом деле это не так. То есть, она как бы показывается, тишина, сама по себе. Сама же тишина себя же и обнаруживает. О, Господи, вот он я, теперь знаю себя. То есть, когда вот это происходит, ты разразишься смехом, потому что ты поймешь, почему все это так глупо и нелепо. Ты, может быть, даже от смеха уписаешься. Это же я. Это же я и есть. Я и есть эта чертова штука, которую я искал 30 лет, носясь по всему миру, платя деньги всем этим гуру. Это же я. Хочу деньги назад. И в итоге у тебя складывается целостная картина осознавания или сознания и то, что ты осознаешь. Но при этом присутствует осознавание того, что все это осознает. И это не так, что есть эти три. Это одно. Тогда кто осознает и что? Вот это вот нельзя никак разъединить друг от друга. И соединить тоже нельзя. Все и так уже делается. Все и так уже на своих местах. Все и так в порядке. есть такая страстность, потом чувство такое бесстрастие. То есть какая-то страсть, желание объектов. Потом такая беспристрастность. Не хочу объектов. Возникает страсть к истине. А затем уже бесстрастное отношение к истине. А что потом остается? Страсть. Просто страсть сама по себе. Ни к чему и ни к кому-то. А эта страсть это и есть жизнь. И вот теперь наконец-то ты можешь всем наслаждаться. Потому что ты вот эту вот жизненность, эту энергичность вносишь во всем. Кто и все равно нет никого, кто бы чем-то наслаждался. И тогда все эти выражения, проявления, они имеют полную свободу быть такими, какие они есть. Ты можешь даже глупо себя вести иногда или смешно. понимаешь, то, что происходит, оно никак тебя не определяет. Ты можешь ошибаться. Почему нет? Твоя ошибка, она тебя не определяет. она не говорит, что ты неправильный, ты плохой. Какая разница, люди обращают на тебя внимание или нет? Какая разница, люди тебя слушают или нет? 95% людей, которые здесь сидят, они даже не слушают меня. Потому что они слушают и пытаются понять. или они принимают какую-то определенную духовную позу, пытаясь правильно воспринять то, что здесь передается, но это воспринимание у них сводится к какой-то мысленной деятельности, которая как раз и блокирует мои слова, все, что здесь передается. или ум сейчас играет такой фокус и напускает такое состояние вялости, пассивности или притупленности. О чем это он там все еще? Это тоже нормально. Это все все требуется время, чтобы все эти облака, которые скрывают твою реальность, которые вы идентифируют, чтобы исчезли. требуется время. И в конце концов из этого ты ничего не получишь. и в конце концов ты поймешь, что ты никогда ничего не терял. На самом деле нет большой разницы, ты просветлен или нет, ты пробужден или нет. Честно. Потому что жизнь никак не меняется. Я в основном делаю то же самое что я делал в моей жизни. Я в принципе сейчас занимаюсь практически тем же, чем я занимался всю свою жизнь. Единственное, что ты теряешь, это отождествление. Любые формы идентичности. потому что есть еще одна ловушка. Вернуть, восстановить свою тождественность с осознаванием. В то время, как ты это даже не сознание, это не осознавание. Ты то, что все осознает. и в какой-то момент ты осознаешь, я вернул свое единство с этим, я являюсь этим. Но это только мысль, еще одна мысль, которая появилась за счет отождествления себя с ничем. То есть есть отождествление себя с формой, такое вот эго-форма, то есть эго от формы. А есть отождествление себя с бесформенным, с этим ничем. И если есть отождествление, то это тоже эго, но такое бесформенное эго. Следите за мыслью. То есть здесь не о том, чтобы вернуть свое единство с абсолютом, это о том, чтобы потерять все идентичности, все виды отождествления, которые возможны. И вы даже можете быть осознанным себя и это это вы отождествление от чего вы называете «не я не », что я не потому что также у нас такое бывает, что мы постоянно удерживаем себя на осознавании самого себя. Но вот это постоянное осознавание себя очень часто всего лишь побег от того, чем я не являюсь. Вот я это я осознаю только себя, а это не я и я от этого отворачиваюсь. То есть я только свидетельствую. Я свидетель. И я такой незатронутый. это еще одна форма эго. Это правда, потому что это действительно ничем не затронут, ничто тебя не касается. Но вот в таком появляется еще одна форма контроля, потому что все-таки ты убегаешь от действительности. в конце концов ты от этого устаешь. Устаешь вот так на себя смотреть, смотреть, смотреть. И это тоже уходит. Первое, сознание это однонаправленное. То есть сначала сознание или осознавание, оно однонаправленное. То есть или сюда, или сюда. Затем оно двонаправленное. Туда и сюда. Но все все еще когда ты устаешь туда-сюда, туда-сюда. Так, я там, нет, я здесь, там, здесь. И в конце концов устаешь. И позатем как взрыв. тогда осознавание направлено во все стороны. На все одновременно. И тогда может происходить что угодно. И появляется свобода всему, что происходит, происходить таким, какой оно есть. Вот в этом свобода. Свобода от попытки что-то изменить, от попытки управлять. свобода от сопротивляться тому, что есть. И вот сейчас мои слова их тоже можно истолковать неверно. А, могу теперь делать все, что мне нравится. Но это тоже недопонимание, неправильное понимание того, о чем я говорю. Потому что проявится какая-то склонность небольшая. И то есть она какая-то мелкая, незначительная, ты с ней отождествляешься и даже не замечаешь этого. Это даже не так, что это что-то, что ты хочешь делать. Это просто некая склонность, которая воспроизводит себя, склонность делать каким-то определенным образом. Ты со мной или я здесь сам по себе? Я с тобой. Я поняла. Я поняла. Очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо. Чего вы аплодируете? Это просто был такой дипломатичный, вежливый способ убежать. according to what you are saying now, last month I am totally enlightened. Whatever that means. Что бы это ни значило. Whatever it may means. Let it be. Хорошо. Пусть так и будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Начну. I will start. I will start. You will start. Начинайте. Можно тебя потрогать? Can I touch you? Can I touch you? Настоящий. He is real. can I tell you story before you say something? Yeah, if you don't want to do you have time? I have time. Do you have time? Do you have time? Okay. Oh, Cesar, I am so glad to see you. Okay. Okay. And you know, I hug you two times in Moscow. And I say, okay. And then she said, you know, that spirituality is about Trinity. And then she said, you know, that spirituality is about Trinity. See? Bожественная Troiца. And then I, and I, and I, I, yeah, and I saw it, and I already, and I, this is a, this is something I cannot, I cannot control anything, but this one especially, it's like a sword comes and and chop that immediately. And I said, wait, you're going to hug me three times and then you, that will make the, that will do the trick, isn't it? And I said, and I said, it will not. And as soon as this sword was moving like this, this woman started feeling so bad. See? And I said, unless you throw away all this romantic relationship between you and me, you will not get any benefit from this talk. I said, понимаешь, пока ты не выбросишь на помойку все это романтичное, нежное отношение ко мне, встречи со мной ничем не помогут. Unless you bring me down from the pedestal, altar that you place me, you will never get anything from what I'm saying. Пока ты меня не спустишь с этого pedestала, с этого алтаря, на который ты сама меня засунула, до этого момента никакой пользы от меня не будет, от наших встреч. Потому что вот в этом нет ничего особенного. Или в том. Вообще ни в чем нет ничего особенного. There's nothing extraordinary about this thing called awakening or enlightenment or however you like to call it. Вот это вот пробуждение, или как вы это называете, в нем тоже нет ничего сверхъестественного. And I told to the lady from this moment I am canceling the hogging session after the talks. И вот тогда я сказала этой женщине, вот начиная с сегодня я отменяю все эти сессии обниманий после сатсанга. Потому что бывало такое, что встреча заканчивается и сразу же выстраивается очередь, 70 человек, все хотят обняться. Ждут. Ну вы только подумайте, я говорю, у меня пересыхает горло, я очень много пью после встречи, мне очень хочется в туалет. Вы начинаете меня обнимать, сжимаете меня. And then I said, well, no more hogging session, because I don't want to reinforce the illusion. И я сказал, все, никаких больше обниманий, потому что я не хочу этим укреплять иллюзию. укреплять это представление, что мы чем-то отличаемся, что мы отдельно вообще друг от друга. Эту идею, что есть я, есть ты. Потому что нет, ни меня, ни тебя. Ну, как бы я не категорично это говорю, то есть я с некоторыми из вами как друг. То есть какие-то спонтанные объятия, они могут произойти, это нормально. Но когда вот это вот обнимание меня превращается в ритуал, в что-то, что нужно сделать, тогда это уже напоминает службу по воскресеньям. Служба заканчивается и священник выходит в люди, обнять всех. Ну, если хотите пообниматься, можете поехать к Ами. Я этим не занимаюсь. И вот эта женщина строится обниманием, плохо себя чувствует. Я ее спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Она говорит, очень плохо. Я говорю, вот теперь наконец-то мы можем поговорить о предмете вот этого, этой встречи, то есть сатсанга. Это не ты чувствуешь себя плохо. Это представление тебя о себе чувствует себя плохо, потому что это представление как-то унизили. Вот этот вот образ тебя каким-то образом полностью проигнорировали, как нечто вообще несуществующее. Нечто даже недостойное взгляда, уважения. И тогда она говорит, а что же мне делать? Я говорю, ничего. Просто смотри на это неприятное ощущение, пока оно не исчезнет. Подожди, пока оно уйдет. осознавая до тех пор, пока оно не исчезнет. Разве теперь есть еще какой-то выбор? И вот тогда она через две-три минуты очень быстро она осознала, что она просто отождествляла себя с вот этим. И она это осознала. То есть она призналась самой себе в этом чувством, осознала отождествление себя с ним, и это ощущение неприятное сразу же исчезло. И она стала смеяться как сумасшедшая, минут пятнадцать смеялась. И вот это оно и есть. Хорошо. Запомните, я последний был, кто затрагился до Цезаря. Please remember I was the last one who touched Caesar. Did somebody take a picture so he can keep him every of you? Сфотографируйте его, пожалуйста. Вот он, последний. You can put it right there. Вышел с одним вопросом, но вот сейчас сел, появился еще один. Ты зачем вернулся? Зачем Цезарь вернулся? Actually, I came up with another question, but now I got a new question, and this question says, why did you come back here? Why not? Почему нет? Why not? Why not? Why not come back here? не вернуться сюда? Здорово. For вернуться, чтобы произошел вот этот разговор. For all this to happen. There's no Caesar coming here. Or you coming here. There is no separate independent event happening in life. nothing 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 is here. Nobody is here. That's the whole point of being here. And the whole point of being here is to see if this recognition can happen. and there is no you, I, me, separate individual entity. And it's very funny because what is happening here is happening upstairs. And it's very funny because what is happening here is happening upstairs. about the fact that nobody exists. About the fact that nobody exists. About the fact that nobody exists. говорит о том, что никого нет. So, you are surrounded. So, you are surrounded. I like Russia. I fall in love with Russia. I don't know. I like Russia. I fall in love with Russia. I don't know why. I don't know why. What to do now? You are not going to do now. Okay. Yes. And the other question? Now, I'm serious. And the other question? What is the question, with which you came here? I came back to Moscow. I came back on February 23rd. 23rd of September. 23rd of September. All that I have here was, it's a friend and 1000 rubles in my pocket. I know, I know that a person has a choice. He can do it. 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 23rd of September. I came to Moscow on the 23rd of September last year. I didn't have anything but friend and 1000 rubles. Что там после друга и денег? I know for sure that there is a choice and a human being can do a choice. Для того, чтобы достигнуть то, что он желает. Мне интересно, у этого цветка, у него есть выбор быть белым, а не розовым? Точно так же, как этот розовый цветок не имеет выбора взять и стать белым, точно так же ты не имеешь выбора не сказать вот эти слова. То есть, and can you repeat the last one? About choice, not to make a choice? The same choice that this flower, you don't even have a choice to remain choiceless. То есть, ты даже не можешь принять решение, не принимать никаких решений. Ты не можешь выбрать, все, теперь не выбираю. То есть, у тебя даже не было выбора сказать что-то другое, чем то, что ты уже сказал. То есть, сейчас у тебя нет другого выбора, кроме как играть в своем воображении. And I have no choice but to tell you, bro, you are hallucinating. То есть, создавать, быть вот в этих галлюцинациях. А у меня сейчас тоже нет другого выбора, кроме как сказать, брат мой, ну, у тебя галлюцинация. Потому что это сейчас не разговор. Это вообще монолог. See? Кто там создает галлюцинации, это то же, что здесь как бы ясное, чистое. So, the one that is clear there, is clear here, is clear in itself from here, because you cannot do it from there. It's a funny thing. Can you repeat? Oh. I didn't understand. То, что галлюцинирует вот там, это то же самое, что прекратило играть в галлюцинации вот здесь. See? Awakening is not something that anybody is doing. То есть, пробуждение — это не нечто, что происходит за счет кого-то. Это не так, что кто-то может сделать, чтобы пробуждение произошло. This is not a personal... This is a word for that journey, or whatever you like to call it. То есть, это не некое путешествие личности. Ну, или путешествие, или как еще? И пробуждение — это не некое достижение личности. То, что существует, is releasing itself from identity with form in human experience. В человеческой форме освобождает себя же от отождествления с человеческой формой, вообще с формой. It's not you, bro, individual dude, Russian pal, seated here, that is talking. То есть, это не так, что здесь ты, вот такой вот русский чувак, сидишь и беседуешь. I know that, because I know who is talking here, before I know who is talking there. Я это знаю, действительно, потому что я знаю, кто говорит отсюда, поэтому я знаю, кто там. I'm talking to a mirror. Я говорю с зеркалом. See? Nothing, 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 there's no choice. I mean, there is choice. Нет выбора. Ну, есть, но... But there is no choose maker. Выбор есть, но нет никого, кто выбирает. Нет этого избирателя. And what can happen is this. Единственное, что может произойти. That your actions can be either conditioned by an idea. То есть, что бывает? Твои действия, они отталкиваются от идеи, они исходят из идеи. Or can be unconditional. Или твои действия безусловны, они не происходят из каких-то условностей. See? То есть, ты можешь бегать за чем-то или за кем-то, или убегать от кого-то или от чего-то. И все это будет происходить из отождествления себя с некой идеей. Или же ты можешь сейчас действовать и реагировать всего лишь за счет осознавания происходящего. И действие будет происходить только за счет осознавания. И такое действие будет спонтанным. Оно будет происходить само по себе, а не за счет чего-то. Даже поиск истины, вот это путешествие, оно не совершается кем-то. Просто поиск к истине, он происходит. Это как некое безличностное путешествие. То есть, имеет место быть поиск истины, но нету ищущего. И что происходит, это осознание, постижение истины, но нет этого кого-то, кто понимает, кто осознает истину. А истина в том, что все тотально. То есть, эта тотальность осознает саму себя. Вот эта целостность, полнота, завершенность осознает вдруг сама себя. И вот эта вот штучка, у нее нет другого выбора, кроме как быть зеленой. И если сейчас она станет белой, это не потому, что у листка вдруг появилась сила сделать себя белым. А только за счет этого нечто, за счет какой-то силы, которая сделала так, что зеленый лист превратился в белый. То, что выращивает цветок, и то, что цветет цветок, то же самое выращивает это тело и убивает это тело. И ради вот этого. Ради того, чтобы все это пережить, прожить. Потому что если старое тело не будет уничтожено, не сможет появиться новое тело. И это здорово, потому что получается, что существование — это такой вот дизайнер моды, который не может не творить, не может не перетворять, преобразовывать. То есть оно постоянно создает какие-то новые платья, одежды, в которые оно может одевать себя. Ну, теперь дело ясное, что дело темное. Now it's clear that everything is not clear. Ah. Like we have such a funny Russian expression that it's I understand that I don't understand. That's the truth. Это правда. That's a moment of clarity. Stay with it. Оставайся вот так. Прямо сейчас. Stay with the I don't understand. Вот с этим я не понимаю, неясно. И посмотри, что произойдет. У меня просто внутри сидит вопрос еще с прошлого твоего посещения здесь. Очень хочу его все-таки задать. Тогда, может быть, я успокоюсь и буду в тишине сам с собой. Ну, я не уверен. Ну, давай попробуем. Один вопрос. Да, один. Извините. Вопрос на самом деле один. Кто спрашивает? Спроси, кто спрашивает? И спрашивающий сразу исчезнет. И он заберет с собой, если спрашивающий это, он все вопросы. Усомнись в том, кто сейчас сомневается. Усомнись, что это действительно что-то настоящее. Усомнись, что это ты сомневаешься, это ты хочешь узнать вопрос. Усомнись, что это ты сомневаешься, кто спрашивает? Кто хочет задать вопрос? Я. Кто принимает решение? Я. Кто просветлевает? С кем оно происходит? Я. Со мной. Кто не просветлевает? Кому оно не приходит? Я. Ко мне. Можете заметить, это же только мысль, эти я, мне, со мной. И когда нет этой мысли, то, что ты называешь собой, его тоже нет. То есть, когда вот эта мысль исчезает, what remains is what? Что остается? The truth. Истина. Ну, значит, я больше не буду переживать по поводу того, что... She couldn't finish, and I don't know how to translate it. No need to finish, because otherwise, one question, another question, it becomes like a coffee, like a coffee time conversation. Потому что после одного вопроса последует другое. У нас это все превратится, как будто бы мы в кафе болтаем. And then satsang becomes something different. Какой он тогда должен быть, satsang? Then how satsang should be? Find out who you are. Обнаружь себя. Обнаружь кто-то такой. Я пошел. That's the whole point. Вот в этом-то и смысл. Otherwise, it becomes like an entertaining event, kind of a show or something. Все сводится к этому, кто я такой, а иначе все остальное, это получается, мы здесь какое-то представление устраиваем или развлекуху. And it's not. На самом деле, зачем? This may be the most important event of your life. You don't even know it. Потому что, возможно, это событие самое важное в твоей жизни, а ты еще даже не догадываешься. Да, да, да. Спасибо. Нафиг все. Спроси себя. Задай себе этот вопрос. Look for the mind. Look for the eye. Tell me what is the eye. Попытайся нащупать этот ум. Вот расскажи мне, что это за я. Какое это твое я. Ну, желающие все время какие-то переживания, в хорошем смысле этого слова, каких-то событий, куда-то все время стремиться, лететь, не стоять только на месте. My eye, myself, it's like something which is wanting everything, like want some experience, want some meetings, want this, want that. Cool, cool, cool. That's okay. Хорошо, хорошо. My eye. Мое я. So this eye is yours. Это твое я. It's not you, no? Но это же не ты. It's yours. Оно твое. See, my eye wants this, my eye wants that. Мое я, оно вот такое. Хочет это, хочет то. See, this eye is not you. Получается, вот это мое я, это не я. Это просто некая совокупность комок каких-то склонностей, привычек. What you call eye is your own consciousness. То, что ты называешь собой, это всего лишь совокупность подсознания. It's your memory. Какие-то воспоминания. It's what has been recorded within your consciousness through experiencing in your life. То, что ты называешь собой, это всего лишь куча записей, которые насобирались в твоем сознании на протяжении всей жизни. And you are deluded and all that they praise you that you have the choice to do this and the freedom to do this and that. И при этом ты находишься в заблуждении, у тебя такое впечатление, что ты свободен делать что-то, что ты свободен принимать выбор. And your memory is running your life. You don't even know it. Но на самом деле ты даже не замечаешь, как это твоя память, твои воспоминания и впечатления управляют твоей же жизнью. Я это называю синдром обезьяны. It's like you are seated here in the car. Как будто бы ты сидишь за рулем машины. See? And the wheel is in front of you. Вот здесь руль. But between you and the wheel there is a monkey sitting on your lap. Но между тобой рулем сидит обезьяна у тебя на коленках. And the monkey is Oh, I want to experience that 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 Oh, I have the freedom to do this and that. And the monkey is running your business. And you think I'm in control here, you know. управляет всеми твоими делами, а ты все равно заявляешь Ну, я здесь всем управляю. Делаю, как я хочу. Давай денег туда. No, sex. Нет, давай секса. See? No, fame, this and that. Слава. This is a good one, you know? Ну да, это прикольно. А ты того и кайфуешь, на самом деле. This is a good one. And the monkey says, Let's seek for enlightenment. Нет, вот самое прикольное, когда обезьяна говорит, давай к просветлению. Off you go to India. И все. Нет, это уже прошли. Хорош. Ты взлетаешь и отправляешься в Индию. I have already gone through this. This is finished. No, this, you can say, what is the monkey still talking. Ну, ты можешь говорить что угодно, но это все еще и обезьяна разговаривает. The monkey says, I'm finished. I'm done. Эта обезьяна сейчас говорит, этому конец. Все, меня нет. See? There's another trick, another argument of the monkey. Because the monkey also says, okay, I will be still. Еще один довод, потому что та же обезьяна в какой-то момент может сказать, хорошо, я помолчу, посижу спокойно. помедитирую. Я помедитирую. Но все еще есть отождествление с этим. Со спокойным умом. То есть это отождествление с чистым умом, с состоянием, когда ум молчит. То есть это отождествление себя с состоянием без ума, но состояние без ума это все еще некое состояние. И та же обезьяна говорит, хорошо, буду осознавать, буду практиковать осознанность, буду стараться все время быть осознанным. Теперь я свидетель. Я не затрагиваю от вашей смеха, я только свидетель. Одна и та же обезьяна все это рассказывает. А ты отождествляешься с ней и веришь, что ты это вот это болтающее. То есть то, что ты называешь свободой выбора, это все сводится к неосознанному повторению всех этих идей, представлений и так далее. Как ты можешь выбрать что-то, о чем ты не знаешь? Расскажи мне. Чтобы ты мог выбрать, должен быть какой-то выбор. И эти опции, они должны содержаться уже в этом шкафу из прошлого. То есть карма к этому сводится, когда мы повторяем одни и те же истории снова и снова. И неважно, ты будешь повторять свои предыдущие опыты или чей-то предыдущий опыт, ну, кто там попал в поле твоего зрения. на самом деле нету свободы выбора. Есть свобода не выбирать. Свобода не совершать никакого выбора. То есть есть иной способ жизни. И как раз об этом, вот это знание, это знание как раз тебе это и предлагает возможность жить жизнь иначе, по-другому. возможность жить спонтанно, свежо, по-новому, творчески, креативно. Потому что мы не созидаем, мы только воссоздаем, повторяем что-то. Когда же ты только осознаешь данный момент, что-то спонтанно откликается на этот момент. И вот это спонтанное, оно не происходит ни из какой психологической обусловленности, оно не исходит ни из каких воспоминаний. Может, твоя технология, даже культурная память выполняет себя. Я продолжаю wearing the same jeans and the wet shirt when I was a teenager. Такая обусловленность, она нормальна, она просто практична. Из нее не возникает никаких проблем. Здесь я говорю о психологической обусловности, об условностях психологического характера, то есть об идеях, о представлениях, о концепциях. То есть обусловленность, которая подталкивает нас бежать, бегать за кем-то или за чем-то, или убегать от кого-то или от чего-то. с верой веря в какую-то идею. То есть, это когда ты бегаешь за чем-то или убегаешь от чего-то, исходя из идеи, что когда произойдет так, как я хочу, избавлюсь или получу, я наконец-то стану счастлив, я наконец-то успокоюсь. Когда я сказал секс, ты вот так вот реагировал. О, да, классно. Ну, как долго ты можешь заниматься сексом? я не говорю, что это плохо, я не говорю, что неправильно. Ну, это действительно одно из самых чудесных переживаний, одно из самых сильных переживаний, которое может происходить. сильных, пока у тебя есть силы, пока тело может справляться. Вот это вот, оно всего лишь на какое-то время. И оно уходит тоже. Это тоже нормально. Видите? Удовольствие, в этом нет ничего страшного. Но в этом нет покоя. В этом нет счастья. В этом нет любви. Счастье, покой, любовь, они где-то еще. На самом деле это твоя истинная природа. Если ты осознаешь, постигнешь свою суть, свою истинную природу, ты не будешь искать счастье, любовь и покой в чем-то. Ты как раз это будешь привносить в что-то. Ты будешь привносить покой, любовь и радость во все, чем ты занимаешься, во все, что ты делаешь. ты перестаешь быть этим ищущим счастья, покоя, любви. Ты становишься тем, кто излучает это все. Слышишься. Я знал, что я буду ржать себе, это хорошо. Я знал, что я буду ржать здесь. Я буду ржать. Как ты это делаешь? Как ты это делаешь? Я не знаю. 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 Спасибо. Спасибо я большое. Я вернулся, по-моему, нормально. Я пошел. Спасибо тебе. Наслаждайся столько, сколько оно будет продолжаться. Все равно приходи завтра. Я не знаю, как я это делаю. Я даже не знаю, почему я это делаю. Честно. Что же поделать? Работает. Не знаю, как, но работает. Это называется стучать молотком. Неважно, насколько твердым может быть камень. В конце концов он треснет. Рано или поздно треснет. Есть такое американское выражение, как такое сленговое словечко, про смех вот такого рода, ну как можно дословно перевести, не знаю как у нас, типа потрескивание. То есть, когда камень начинает трескаться и разрушаться, и как бы появляется пространство, место. Из этого пространства, из этих трещин возникает смех. Хорошо. Да. Вы можете, да. После того, как стали вот эти потрески у меня случаться, такая большая разница ощущается между тем, вот, когда оно открывается, и между тем, когда верно. Это тоже нормально. Это не значит, что что-то неправильно вы делаете, или есть какая-то ошибка. На самом деле так и должно происходить. Потому что пока так не будет происходить, вы не сможете понять, что это такое. Вы не сможете понять, что скрыто. То есть это называется подсознание, ты его не можешь видеть, оно скрыто. То есть когда идет раскрывание, то оно как бы появляется. И получается, что старая игра возвращается, вот старая карма, какие-то старые повторения, старые проигрывания. Когда опять это схлопывание происходит, опять вот это начинается, вот, а мой парень, это система, это президент, а это не так, а это это. Или бывает наоборот, ой, все так классно, все так замечательно, все так чудесно. Потому что ум, когда проявляется, он может играть и в хорошее, и в плохое. Ум может рассказывать истории двух видов, приятные и неприятные. И все эти его россказни, этого ума, они обычно переживаются в теле тобою, и ты воспринимаешь это как свою реальность. Но поверьте, что 90% того, что мы ощущаем, чувствуем, переживаем, переживаем, это все от ума. Это происходит в уме. Максимум 5% ощущений, чувствований, переживаний в нашей жизни основывается на непосредственном восприятии, непосредственном переживании чего-то, вот так вот. То есть ты можешь даже вот так вот смотреть на цветок, касаться, но тут же появляется ум, ой, как красиво, какой он нежный. И получается, ты уже вот это не чувствуешь. Ты, может быть, только на чуть-чуть это чувствуешь. Даже ты перестаешь это чувствовать. Получается, все остальное внимание уже на этой истории. История — это мысли, которые пронзают твой мозг. И тогда мозг посылает сигналы по нервной системе. И вот с тобой происходит некое переживание, основанное на галлюцинации. И даже если это будет приятное переживание, оно все равно будет от чего-то вымышленного. От игры твоего воображения. То есть, получается, что-то там из подсознания выползло, ты его осознала, заметила, и оно как бы ушло. И опять спряталось. Потом оно опять вернулось. И ты опять это заметила, осознала, оно опять ушло. И оно опять вернулось. И оно опять ушло. Каждый раз, когда что-то из подсознания проявляется, оно все меньше и меньше. И в конце концов, оно все будет сметено, вымыто. То есть, все твои психологические воспоминания, впечатления, память, все это будет вымыто. Оно будет полностью уничтожено. То есть, в конце концов, все это программирование от папы, от мамы, от бабушки, от религии, культуры, от общества и так далее, все это, в конце концов, уйдет. Но оно не может уйти, оно не может смыться, оно не может растворяться, иначе как проявляется. Оно может раствориться только, когда оно проявляется вот здесь, на поверхности. То есть, вот эти вот штуки должны происходить. Вот эти вот воображаемые вовлечения, все это вот галлюцинации по поводу чего-то. Если ты просто это осознаешь, интересная штука будет в том, что, несмотря на то, что какие-то галлюцинации, вымыслы, воображения будут все еще иметь место быть, ты научишься иметь дело с жизнью, каким-то образом обходя вот это вот воображение, которое из условностей возникло. И, то есть, ты будешь иметь дело с жизнью, и оно будет здесь происходить, но оно не будет тебя трогать, оно тебе уже ничего не будет причинять. И такое часто именно это происходит во взаимоотношениях, а также вот, ну, в наших отношениях в жизни. Представьте, у меня есть девушка, и я начинаю ревновать. Не пишет. СМС-ок нет. Последние 15 минут она мне ничего не написала. Ты где? Ты что делаешь? Сделай фотографию, и пришли мне в магазин. Через это приложение, приложение в WhatsApp, чтобы я был уверен и точно знал, что ты действительно это делаешь. И вот это во мне происходит, и вдруг я это замечаю, то есть осознаю. Так, 15 минут, никаких СМС. И вот оно, бурлит уже. Ты это замечаешь? И заметив это, осознав это за то, что оно есть, ты уже не пошлешь СМС-ку. Ты где? Чем ты занимаешься? То есть ты не будешь беспокоить своего партнера без повода. Ты не испортишь какую-то бизнес-встречу своего партнера. Потому что, скорее всего, он или она как раз на бизнес-встрече, не на свидании. И то есть вот эта вот склонность ревновать, она успокоится. То есть вот этот вот возникающий конфликт между тобой и происходящим начнет уменьшаться. Или злость. Ты ее замечаешь? И все равно она еще есть. То есть я все равно еще чувствую эту злость. Но когда я ее действительно осознаю, я могу сказать, ты знаешь, давай забудем. Давай уже спать. Иди сюда. И злость будет еще клокотать в тебе. Но это злость ничего больше, чем тень, чем некий призрак. Получается, ты действуешь и реагируешь необусловленной вот этой вот злостью. И через тебя проявляется что-то спонтанное и свободное, которое имеет силу преодолеть и как бы перепрыгнуть через эту злость, через это данное чувство. You come? Oh, yeah, sorry. Yeah, please. У меня как раз вот, собственно, ну, начались проблемы, когда спонтанность начала происходить. Потому что это очень странно делать коммуникацию с другими людьми. Actually, my problem started after this spontaneity came into existence because странности стали происходить. because this spontaneity started to prevent my communication with people. Потому что я такая, ну, как есть, и я не могу больше притворяться, как бы в этом проблема, собственно. Because I cannot play anymore. I am as I really am. And I cannot pretend anymore. Exactly. And, but problems. Exactly. Now problems with communication. Believe me, there is a moment when that you may not even recognize yourself in what you do. Ты знаешь, поверь мне, наступит такой момент, когда ты перестанешь узнавать себя в своих действиях, в том, что ты будешь делать. Because it's so spontaneous, it's so fresh, it's so new, that, wow, what am I doing this? What am I saying that? Они будут настолько спонтанные, свежие и новые, что ты будешь удивляться, ой, что это я такое говорю? Ух ты. Потому что уже растворяется образ тебя о себе самой. For you and for the others. образ тебя о себе и твой образ тебя, который есть у других. Получается, образ-то уходит, и ты уже себя не узнаешь, и остальные тебя не узнают. И родители говорят, где же наша дочка? And your friends, oh, we lost her. И друзья говорят, мы ее потеряли. Точно, точно. Exactly like that. And the priest, или священники начинают, она ушла от нас, мы ее потеряли. And whoever is around, все, кто вокруг тебя, уже не будут тебя узнавать. And now you are weird. И теперь получается, ты странный. You are the one, that is not normal. when you are coming back to normal. When you are coming back to normal. She went crazy. On the contrary, you became completely sane. наоборот, ты, наоборот, ты, наоборот, приходишь в здравый рассудок, наконец-то. You are conscious. Ты осознаешь. You are conscious. Осознаешь, и ничего больше. И совершаешь действия, как ты реагируешь из осознавания происходящего. Ну, вот проблема в том, что я как бы в делах, в работе. Я вот не могу теперь себя держать в рамках рабочих. The problem is, it's now a job, doing some business, I cannot hold myself. Like I cannot put myself together. Правила. Ну, есть правила определенные. There are some rules. И я не могу, ну, как бы. То есть, какие-то душевные письма по работе писать, ну, это как-то странно, как минимум. Because I cannot, for example, to make a business letter in a very, you know, like sensitive and nice way, like dear customers. How can I do this? Ну, так как вот в тот момент, как я себя чувствую, да, то есть, ну, как бы мне надо либо писать, ну, то есть, так, как я чувствую, и это будет вообще никуда. На самом деле, ты можешь с этим играться. Поверью. People think it is serious. It is a real thing that I don't mind. very dear customer we want to do it again. Потому что люди думают, что это все так серьезно, я привела пример, чтобы перевести это вот нежное отношение, все верят, что уважаемые клиенты, вот так вот и надо писать. Почему? можно писать, дорогие, любимые клиенты. Call my space. I'm writing to you because of... And you write in the same way, you can still function in life. И на самом деле, можно прекрасно функционировать в жизни, несмотря на... Вот что у тебя уже перестанет получаться, and this is a big one, if there is kind of an ego behavior in that, you won't be able to participate. In that what? In her expression. In the business. Что у тебя уже не будет получаться принимать участие в каком-то эгоистичном проявлении? То есть, если что-то эгоистичное будет в бизнесе, то у тебя уже просто не будет получаться быть за. Там что-то внутри тебя будет говорить, я не могу. Вот у меня сейчас как бы дилемма заключается в том, что я веду, скажем так, переговоры с госорганизацией, структурой, ну то есть очень, причем зарубежной, скажем так, очень крупной, ну то есть, это очень серьезно. И вот тут как бы вопрос в том, чтобы действительно поступать так, как чувствую нужным, либо следовать вот этим всем инструкциям. This is the thing, that now I have a dilemma because I'm having business, you know, letters from me to some very important government institution and it's a huge foreign government institution, so it is very serious and my dilemma is how to write it, like the way I feel or according to all the instructions which are given. Не то, что писать, а вообще коммуницировать с этим людьми. I mean, even not how to write these letters, how to communicate from this feeling how I feel too, or from all these instructions how to behave these foreign institutions. Well, I can't tell you because it will amount to tell you what to do or not to do. but this gives you something very interesting. This gives you freedom and the capacity to act out of consciousness. and the ability to совершate действия is of consciousness. And what comes out of consciousness is not right nor wrong. It can't be already right or not. And these moments just перемешивают moments of consciousness. They're mixed with moments of very fear, when the mind starts to break like the head and starts to break. So, there are still these steps to go back. And also, still there are swings when there are moments of clarity and then there are moments when mind is coming and I am totally in this mind and it's like there is fear and it's like mind is squeezing me, my head. Because the mind offers resistance. The mind wants to carry on involving egoic activities. The mind says, who cares, whatever, you're enlightened in any way, that doesn't affect you. The mind says, who cares, whatever, you're enlightened in any way, that doesn't affect you. It's just a game, just do it, or whatever. It's just a game, just do it, or whatever. See, but something from behind recognizes that and says, something is not right here. And I remember, I was working in Australia as a manager in a supermarket. There were three managers. and there was a pallet of food that came by accident. They brought it to their own supermarket, to our supermarket. And the other two managers said, don't say anything. Put it on the shelves. you're going to have that extra revenue. And they both are going to be happy with us. And they will give us three pennies extra. What? Three pennies extra. And I said, I'm not going to put that there. You put that there. You put that there. I'm not doing it. And then, day after day, the same thing was happening in a completely different way, but there's only... And I say, I quit. And I said, I quit. Here is my letter of resignation. And I went to work in mental hospitals for free. I said, I would rather, I would rather, I would rather do something that is really meaningful than wasting my time here. Because as any of you, I was in the same situation when I was going walking towards freedom, and my mind will bring me back to the illusion again. То есть, как многие из вас, я тоже это переживал, когда я уже был на пути к свободе, я стремился к свободе, но при этом ум пытался ввести меня обратно в это, ну, иллюзорное восприятие, в это заблуждение. И большое вам спасибо за то, что вы это открыли и что мы сейчас об этом говорим. Потому что страх, он действительно может появляться. И ты говоришь себе, если я себя потеряю, то что я буду делать с жизнью, как я вообще смогу выживать? То есть, это страх потерять себя в том смысле, что ты уже не отвечаешь, как бы не отвечаешь за твои поступки. Ты совершенно по-другому себя ведешь, и ты, этот страх о том, что ты не знаешь, а куда такая жизнь тебя заведет. оно не нужно беспокоиться. Все будет в порядке. Это не общее какое-то правило, но в общем именно так и случается. это не правило, не какая-то установка, но чаще всего так и случается. Если вся твоя жизнь основывалась на чем-то, что исходило от эго, вот, допустим, это здание, и ты этот дом строишь на основании, на фундаменте эго. Ты знаешь, да? Когда ты основание убираешь, здание рушится вместе с ним. Это неизбежно. И это почему многие люди начинают встать и жизнь превращается в разрушу. Именно из-за этого, что разрушается вся структура, построенная на эго, именно поэтому у людей, которые испытывают пробуждение, у них жизнь превращается в полный бардак, в полную разруху. Но если ты сможешь оставаться спокойным, при этом полностью осознавая все это, да, вот так происходит. моя жизнь спускается, куда она там спускается? В раковину. В туалет, да. В туалет. Ну, как будто бы абсолют берет и нажимает слив. Это хорошо, что все слилось, потому что ушла вся эта штука. И получается такое некое параллельное движение. Вот эта жизнь, вот такая жизнь она рушится, но параллельно появляется, как бы налаживается какая-то новая жизнь. И вот эта она основывалась на постоянном напряжении, попытках, стремлении. ты там шел по головам, чтобы прийти куда-то. Ты просто, как бы, рубил головы и буквально шел по головам вот эти вот мертвые головы складывая одна на другую. Но вот эта новая, ты даже не будешь понимать, как ты попал вот в это, в такое новое, какое оно есть. Вот это новое, оно будет постоянным вау. Like, вау, what is going on here? Вот это да. See? Вот это да, вот это происходит. И вот это новое, оно будет происходить совершенно без напряжения, без стремлений с твоей стороны. То есть, без усилий в том плане, не в том плане, что ты не будешь прилагать усилия физические. А без усилий в плане не будет напряжения, не будет этого напряга. И эта жизнь, она будет происходить очень гладко, сама по себе. Сейчас такое состояние, что вообще очень, ну, очень тяжелое состояние, и, ну, энергии даже совсем на какие-то элементарные вещи иногда не хватает. Now the condition is very difficult, and sometimes even there is lack of energy to do some simple things. Like, all this is natural. Просто расслабься. The condition is not this. The condition may be difficult. Это даже не так, что дело не в ситуации. Ситуация, она может быть сложной. Let it be difficult. Пусть будет сложной. Потому что, понимаешь, даже когда ты полностью пробуждена, представление продолжается. Life goes on. Жизнь продолжается. See? But somehow you will not be affected by the conditions. Но каким-то образом все эти ситуации, все эти условия, не будут тебя, условия твоей жизни не будут тебя затрагивать. Я имею в виду внутреннее вот это состояние очень, ну, как будто иногда бывает прям невыносимое. I mean, this inner condition sometimes is unbearable. I understand. The condition is unbearable. But in reality, you, the one that is conscious, the unconditional that is conscious, is not affected by this. Unconditional. It's not affected by this. And what is love? It's not separate from you. And then you will find that there is peace despite of the condition. And this is to be conscious. And this is to be aware. And this is to be awake. Awake from the dream of separation. Когда ты пробужден от этого сна, что ты разделен, что есть разделение, что что-то отдельно от тебя. Awake in the middle of the nightmare, knowing that it's just a nightmare, but eventually it will disappear, or it will stop. То есть пробуждение — это когда ты просыпаешься посредине ночного кошмара в том плане, что ты понимаешь, что ты видишь ночной кошмар. Но это всего лишь ночной кошмар, который рано или поздно прекратится. Ничего больше. Все, что ты чувствуешь в теле, которое называется кошмаром, mind-made, плохим состоянием, все это от ума. Все это создается за счет ума. У него на самом деле нет никакой действительности. Оно не происходит в действительности. И это состояние приходит и уходит. Нет мыслей, нет чувства, эмоций, sense perception нет ни одной эмоции, ни одной мысли, ни одного ощущения, ничего, что может длиться вечно. Поэтому единственное, возможно, что можно сказать, это терпение. Просто в этот момент, когда чувствуешь, например, эту боль, ты сейчас, и кажется, что вот оно сейчас, и это все, что есть. Но на самом деле, когда ты чувствуешь эту боль, это кажется, что эта боль действительно есть, и что это единственное, что есть. И это единственное, что нет. Потому что все, что есть, вот оно действительно происходит. А вот эта боль, на самом деле, ее нет. То есть в действительности, в действительности вот этой, эта боль не происходит. Кажется, что есть боль, но ее нет. Это ум, эта боль, она из-за того, что ум тебе рассказывает, что же здесь происходит. Это ум, который рассказывает тебе, как ужасно то, что происходит, или как прекрасно то, что происходит. Но все это только ментальная проекция. Это проекция твоей памяти. Но это когда-нибудь. Но остановится или нет? will it stop one day? Да. Да. See, one day come before the day that all that is stopped comes, another day also comes. Didn't get it? Before the day when all the tendencies are wiped out and the conflict ceases completely. до того дня, когда все эти склонности исчерпаны, когда все эти конфликты изжиты. Prior to the day there is another day вот за один день до этого дня X, когда будет такое, что даже вот это происходит, тебе уже не важно. Что бы там ни происходило, тебе будет уже не важно. It doesn't really matter. То есть, эти склонности что-то там будут подниматься, тебе уже перестанет это играть такую роль. И вот это вот видимое напряжение, усилие, которое ты делал, чтобы осознать, заметить, чтобы оно растворилось. Даже это якобы усилие, даже оно уходит в конце концов. this can, you can perfectly, happily, peacefully go through the rest of the dissolution of the egoic structure within your consciousness. То есть, осознавание будет в конце концов происходить само собой, без напряжения, без усилий. И тогда, когда это так и будет, тогда ты уже будешь радостно и спокойно переживать, наблюдать вот это вот разрушение эгоистической структуры внутри себя. Somebody can ask you, how are you, Cesar? I'm terrified. Кто-то меня может спросить, цевер, как дела? Я могу сказать, я в ужасе. Просто что-то ужасное творится. Вместе с тем, я очень даже расслаблен. How are you? Как дела? Такой я весь в стрессе. Но вместе с тем, ты можешь спокойно относиться к тому, что ты в стрессе. И эта депрессия, это еще одно некое переживание. Оно происходит, имеет место быть, в какой-то момент все равно уходит. Как дела? Мне грустно. И ты говоришь, мне грустно, и даже можешь плакать при этом. Но при этом ты сам в порядке. И вот это нечто настоящее. Нечто стоящее. И многие люди используют spirituality как excuse. I learned a new word these days called spiritual bypassing. И это потому что многие люди, они духовность используют как некий повод, как некое оправдание. Я вот на днях такое новое словечко выучил, такое вот пройду мимо и не замечу, не обращу внимания. То есть ты в этой своей духовности стараешься не обращать внимания на действительность. And people hide themselves in the absolute. То есть это когда люди пытаются спрятаться от всего этого в absolute. Только бы все это не переживать, а на самом деле не переживать вот это подсознание. Rarely, rarely a case like this happens that awakening happening and the rest of the crap disappears one for all and doesn't come back ever again. Потому что очень редко, очень редко так происходит, что пробуждение имеет место быть и вся эта обусловленность, все эти склонности сразу же уничтожаются навсегда. В большинстве случаев происходит так, что вот ты свободен, а потом раз и что-то там опять тобой овладевает и опять. I lost my enlightenment. I lost my enlightenment. I get many emails like that. I lost it. I lost it. Помогите. And then who lost it? And you look at the who. And the who disappears, which is the one that has a problem with what happens. этот кто-то исчезает, как этот кто-то, у которого якобы есть проблема. Получается, если этот я, думающий о проблеме, исчезает, получается, уже нет думания о проблеме, все, что есть, это осознавание того, что происходит. And then that dissolves in consciousness again. That dissolves in consciousness. и вот это просто осознавание, оно и растворяет нечто неосознанное. And it disappears. And what it was осознанно, оно уходит. But eventually all that will be wiped out. But in конце all that will be wiped out. How long do we have? It's not only nine o'clock, 10 plus nine. Уже 9-10. Сколько у нас еще времени есть? I guess we have to finish. Zero time? Finish? No time. Vremени нет. Ah, you are the only. Thank you. So see you tomorrow. Thank you. Thank you.